Приветствую, друзья! Слушайте, у меня такие друзья необыкновенные тоже есть, с которыми мы дружим десятки лет. И вот один позвонил мне и говорит, слушай, помнишь, говорит, ты давно-давно писал в журнале научном и вообще изобрёл тогда гипносиотерапию. Я говорю, помню. Ну, как ты соединял в гипнозе воздействие на точки без иглы через кору головного мозга и расширил область психотерапии. И я говорю, да помню, что ты хотел. Он говорит, я, говорит, взял на основе этого сейчас, через столько лет, придумал, как прибор сделать и показывает мне картинку приборов. Ну, там, сейчас не могу показать картинку, я его приглашаю, чтобы мы сделали видео, и он всё это расскажет. Потому что он говорит, что... Мне уже 80, говорит, а я, говорит, после того, как этим попользовался, два часа подряд... Я говорю, что, два часа подряд, и тут что-то оборвалось, и там какой-то женский хохот, и я не понял, о чём вообще речь идёт. Так вот, дело-то в том, что, исходя из этого, я сделал для себя некоторые выводы, но я сейчас к ним перейду. Второй друг мой, он говорит, ты помнишь, у тебя было утверждение Минздравом СССР в 87-м году, метода ключ. Я говорю, помню, только называлась управляемая саморегуляция. Он говорит, ну да, я говорю, а для чего ты мне это говоришь? Он говорит, потому что я, говорит, видел на ролике, что ты хочешь сделать какую-то защиту, возьми, говорит, начало этого методического, ну, методические рекомендации Минздрава, главное управление учебно-лечебно-профилактической работы в 87-м году. Возьми оттуда начало, которое ты писал, и заключение, которое ты писал. Соедини, говорит, подсказывай, слушайте, я вот думаю, почему я сам до этого не мог догадаться. И почему вот, когда мне мой друг сказал, первый друг сказал, что гипносиотерапия, ну, оно называлось у меня ещё и сигнальной рефлексотерапией, когда можно без воздействия механического, физического, электрического включать реакцию в точках, активизируя эквивалент этой реакции на уровне коры головного мозга. Ну, я как-то рассказывал в ролике об этом давно-давно, и могу ещё раз рассказать, если вас интересует. Но дело сейчас не в этом. Акцент внимания сейчас не в этом. Дело в том, что все открытия происходят на стыке наук. Ну да, находясь в одной науке, трудно делать открытия. Вот когда ты соприкасаешься с какой-то другой областью, вот там на стыке и происходит раскрытие, потому что Вселенная, как и мозг, целостная, и поэтому, когда мы только в аспекте находимся, ну, в одном каком-то контексте, ну, там трудно что-то изобрести. А вот когда происходит сопряжение каких-то разных областей, там открываются вот эти моменты, новые качества появляются в понимании вещей. Это и есть изобретение открытия. Так, послушайте. Помните такое явление, которое называется цветомузыка? Цвет и музыка. Ну, это же разные области. Вот на стыке как раз-таки, а кто придумал цветомузыку? Раньше было такое явление синопсии, по-моему, так называлось. Вот, синопсия. Ну, у кого где-то так считалось, что по физиологии какие-то центры ближе мозговые, там слуховые, звуковые, там зрительные, ну, когда они ближе друг к другу, то возникают вот эти сопряжения. Ну, такая теория была физиологическая, синопсия. По-моему, так. Вы можете уточнить там в Гоголе, что такое синопсия и кто создал цветомузыку. Так вот, ну, про Скрябина говорили, потом ещё про... А кто создал вот движения музыкальные, которые создают... А кто создавал музыкотерапию? Музыка и терапия. Ну, это разные немножко области. А вот когда соединяешь, и на их соприкосновениях открывается что-то, целое новое направление. Так вот, у меня я подумал, ну, всё-таки интересно, да, изящно, да, гипно-сюэ-терапия, сюэ-это точка по-китайски. Гипноз, точка, взаимодействие, и я тогда придумал новое направление. А теперь мой друг омолаживается, и он мне говорит, что после этого вообще так, ему 80... Он говорит, так, вообще так, вот так хорошо, давай, говорит, ещё у нас был друг Андрея Морозова. Дай мне его телефон, потому что он тогда, говорит, занимался изучением твоего феномена через измерения. А мы сейчас вообще, говорит, можем всем мир покорить тем, потому что очень многие люди хотят, чтобы быть моложе. А эта штука, которую я, говорит, изобрёл на базе твоего изобретения, когда соединил две вот эти вот грани возможностей, новое качество появилось. А я, говорит, уже сам по себе стал моложе. Вот у меня, говорит, появились такие способности, которые их в молодости не было. Я говорю, ну хорошо, короче, я ему найду сейчас телефон. Ну, это же интересно, да? Вот на стыке дисциплин. Очень интересно, правда? Мне это очень нравится. Так это же подход. Поэтому, если вы захотите что-то открыть, изобрести, думайте о том, как соединить, как найти связь между различными областями. Да. И самое главное, при этом думайте ещё о своём любимом деле. И тогда, когда сопряжётся любимое дело, как я получаю удовольствие, занимаюсь любимым делом, и я теперь буду искать связь между тем-то и тем-то, в самой разной области. Да, и происходит открытие. Вот интересно. Если вы при этом делаете волну нашу по ключу, или шалтай-болтай, или ключевое дыхание сделаете перед этим, или хлёст для раскрепощения перед этим. Ну, когда вы всё это вместе делаете, это получается новый инструмент. Да, друзья, открывайте, молодейте, свежейте, чтобы могли не только два часа. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok